Приветствую вас, постараюсь ответить вам в позиции психологии отношений, значит, с тем, чтобы помочь вам, ну, собственно говоря, вот, получить то, что вы хотите на данный момент. Давайте подумаем, вам сейчас важно отдалить от себя жену на эмоционально-духовном уровне, но при этом приблизить ее к себе в плане секса. И, соответственно, ваши действия, они в каком случае, если вы вот хотите вот этих вот моментов, ваши действия, они должны подчиняться вот этим вот двум направлениям. То есть, первое направление это задухание эмоциональной сферы, а второе направление это, собственно говоря, развитие сексуальной сферы. И, значит, вам необходимо, чтобы вы в сексе для нее были самым лучшим, самым востребованным, самым внимательным и самым ласковым, наверное, партнером, дабы у нее, ну, скажем так, не было желания, значит, искать вам замену. Но при этом на психоэмоциональном уровне вам необходимо от нее отдаляться. Тем самым, как бы подталкивая ее именно вот к, значит, отношению с одноклассником. И если она будет встречаться вот с этим самым одноклассником, если она будет с ним активно взаимодействовать на психоэмоциональном уровне, если ее будет это устраивать, если ей будет нравится, если вот как бы ситуация будет такова, что этот человек будет ее как-то, ну, радовать, если этот человек будет давать ей вот то, что вообще-то говоря ей нужно, да, на именно на эмоциональном уровне и так далее, то вот, собственно, в таком случае как раз-таки вы получаете те самые необходимые условия для того, чтобы она была исключительно вот только одноклассником, именно вот, если мы говорим сейчас в этом контексте, в контексте именно психоэмоциональных отношений. Если же мы с вами ведем речь о сексуальных отношениях, то здесь момент, конечно, объективный момент такой, что вам наиболее важно, чтобы вы понимали для себя, что вашей жене нравится больше всего секса, чтобы вы учились чувствовать ее в этом самом сексе. И, соответственно, чем лучше вы будете чувствовать, чувствовать ее, именно вот в сексе, тем лучше будет для вас, если вы преследуете цель, ну, например, там, допустим, если вы преследуете цель сделать ее женой для секса. И здесь важно только, чтобы вы не мешали ей, чтобы вы дали ей понять такую вещь, что вы не против того, того, чтобы она это делала, чтобы вы дали ей понять, что она может нас встречаться с одноклассником, вот. И, как бы, намекните ей на то, что вам важен только шаг. С другой стороны, как правильно вам сказали мои коллеги, я думаю, что нельзя это не учитывать при осмотрении вопроса вашего. Значит, вам мои коллеги сказали такую важную вещь, что важно, как ваша жена сама относится к этому. Предположим, вы делаете все это флипую, да, то есть, условно говоря, вы делаете все так, что ваша жена, ну, она как будто вот движима такой вот реакцией. И хорошо это, или плохо, по большому счету, неважно, просто есть реакция. И жена думает, что эта реакция, она как бы, ну, вот так вот, ну, идет, так вот происходит эта реакция, и, в общем, по-другому сделать как бы ничего нельзя. Вот. Либо же, либо же, момент здесь такой, что жена ваша знает о том, чего вы хотите. Жена знает о том, чего вы желаете, да, и, собственно, собственно говоря, именно потому, что она знает, чего вы желаете, делает это сама, при условии, если ей нравится вот то, как бы, что происходит. Здесь вам уже самому, здесь вам самому уже, как бы, лучше для себя, лучше для вас будет, если вы будете понимать, чего вы хотите, вот какой реакции вы хотите. Потому что именно от вашей реакции зависит то, что будет, ну, например, дальше. Именно от вашей реакции зависит то, как будут развиваться дальние события. Если вы хотите, например, женой сделать это все осознанно, то, соответственно, вам лучше сказать, чего вы хотите, да, и она будет это делать. Вот это вы хотите. Если вы не желаете ей говорить об этом, ну, опять же, это ваше право, но тогда ситуация будет заключаться именно в том, что, да, все будет развиваться, но очень легко, очень легко это может выйти из под вашего контроля. Вот здесь, конечно, существует определенный риск. Мне бы хотелось, чтобы вы этот риск учитывали. Потому что, ну, если вы собираетесь делать жену и жены, жену для секса, если вы собираетесь это делать, то вам нужно решить, как именно вы это собираетесь делать, как именно вы хотите этого добиться, вот, как именно вы хотите, чтобы это было у вас, в каком форме, вот, и, может быть, доверие в вашем случае будет лучше. А, может быть, и наоборот, когда, то зависит, опять же, от ваших личных предпочтений и желаний, в данном случае. Ну, естественно, что, если жена, например, этого не хочет, естественно, что, если у жены, например, свое мнение на это, что, или, естественно, если ваша жена скажет вам вот все, то я поняла, что люблю, например, другого человека, люблю, например, другого мужчину, прости, я с тобой больше не буду, да, вот. Ну, соответственно, в этом случае вам необходимо понять, какую вещь, что в этом случае, если она так скажет, а вам ничего, ничего не остается, кроме как, вот, принять ее выбор, наверное, и уже тогда, либо вы поднимаете ей счетки, то есть в этом случае вы просто-напросто принимаете ее позицию, вот, такую, какая она есть, либо вы скажете что-то вроде, нет, дорогая, я тебя со мной люблю, и просто у меня вот такие фантазии были, и так далее, тогда вы можете, сможете даже не свои отношения, ну, сохранить, вот. Но для этого нужно, конечно, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, с чего вы, вообще-то, вообще говоря, хотите, и как вы относитесь к своей жене, то есть, если у вас, например, к ней любовь, если у вас, например, к ней чувства, и так далее, потому что, ну, объективно, если у вас, допустим, чувства к ней нет, как таковых любви, как таковой нет, то это одно, и, как бы, эмоциональная сфера и отношения к тому, что происходит, одно. А если же у вас любовь к ней, то другое, то есть, вопрос ожидания, ожидания и того, для чего вам это нужно, там, потому что, ну, понимаете, если бы это была девушка, то это одно, ваша, а так получается, это ваша жена, и, в общем-то, здесь нужно все, серьезно, чтобы все было. Поэтому подумайте, как следует, и, исходя из этого, уже, понимаете, решение. А на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, а желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...